Перед стартовым матчем турнира обязательные аплодисменты в память об учителе. Раньше соревнования проводил в 76 гимназии учитель физкультуры Масхуд Тхагушев. Его воспитанники помимо участия в городских соревнованиях играли в волейбол и баскетбол в выходные и за два дня определялся победитель. Мне очень повезло в жизни, что в те непростые для нашей страны и для моей семьи годы, в простой и средней догомысской школе у меня был такой прекрасный наставник. И вполне возможно, допускаю, что если бы не он, то в моей жизни, возможно, открылась бы другая дорога, были бы другие ориентиры. Я не связал бы ее со спортом и вполне возможно даже с журналистикой. Очень благодарен Масхуду Османовичу. Воспитанники вспоминают талант Тхагушева объединять любителей спорта. Решили традицию проведения подобных турниров поддерживать и после ухода любимого учителя. Масхуду Османович умудрился вместе собрать и вместе научить дружить людей многих возрастов. Допустим, у нас сейчас играют ребята 2012 года выпуска, а я выпускник 1997 года. То есть очень большая разница, мы до сих пор, мы довольно-таки часто вместе собираемся играем. Всегда на матчи приглашают дочерей Масхуда Тхагушева. Кстати, они продолжают дело отца, работают преподавателями в той же гимназии номер 76. Мне очень приятно. Я горда за папу. Раньше, в детстве, я очень обижалась, можно так сказать, когда его не было дома. Он постоянно был в школе, в разъездах. Теперь я вижу, что все это было не зря. Мне очень приятно видеть, что каждый год ребята встречаются, не забывают моего отца. Прошло очень много лет, как его не стало, но тем не менее они приходят. На этот раз играли команды из Адлера и Дагомыса, четыре команды любителей баскетбола. В финальном матче в напряженнейшем противостоянии победила дружба, но кубок уехал все-таки из Дагомыса в Адлер. Елена Всецина, телекомпания ФКТ.